Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами двумя простыми способами проращивания Маша и рецептом вкусного салата из его проростков. Я выбрала для себя два способа проращивания. Это проращивание в сите и в пластиковом пищевом контейнере. Итак, промываю и замачиваю полстакана Маша на ночь в большом количестве воды. Утром снова промываю. В первом способе буду проращивать Маш в сите, а точнее в дуршлаге. Промытый Маш накрываю влажной марлей, сложенной в несколько слоев, или чистой хлопчатобумажной тканью. Оставляю до вечера в темном месте. Вечером немного смачиваю Маш, поливая прямо поверх марли небольшим количеством воды. К утру следующего дня Маш уже проклюнется. Снова поливаю прямо поверх ткани небольшим количеством воды, или можно промыть под струей воды из-под крана. Немного оставляю, чтобы вода стекла в поддон, после чего воду из поддона сливаю и снова ставлю в темное место. Маш будет прорастать в течение четырех дней. Каждый день смачиваю бобы по два раза, утром и вечером. Лишнюю жидкость, стекшую в поддон, все время сливаю. Поскольку корешки будут прорастать в отверстия дуршлага, нежелательно, чтобы они находились в воде. На четвертый день у вас получится целое сито крепких красивых ростков. Второй способ проращивания в пластиковом контейнере. Точно так же, как и в первом варианте, заранее замачиваю Маш в большом количестве воды. Промытый Маш перекладываю в пищевой контейнер и накрываю крышкой. Ставлю в темное место. Вечером еще раз немного смачиваю Маш водой и сливаю воду. Утром появятся ростки. Бобы снова промываю и сливаю всю воду. Снова накрываю крышкой и ставлю в темное место. И так каждый день. Каждое утро и вечер я промываю бобы, сливаю всю воду, накрываю крышкой и ставлю в темное место. При таком способе ростки также получаются очень крепкими и довольно длинными. Часть ростков, которые я буду сразу использовать для приготовления салата, промываю. Убираю зеленую шелуху с бобов, которая всплывает на поверхность. Таким образом ростки получаются чистенькими. Оставшуюся часть можно хранить в специальных пакетах с зип-замками. Я стараюсь не использовать целлофановые пакеты. И у меня есть свой лайфхак, как хранить зелень и овощи длительное время в холодильнике, чтобы они оставались свежими. Я многократно повторно использую упаковки с зип-замками, оставшиеся от суперфудов и различных сыпучих продуктов. Так как я часто делаю заказы с iHerb, таких упаковок с зип-замками у меня довольно много. Храню в них и зелень, и нарезанные овощи. Особенно мне нравится хранить в них зелень и проростки. Они остаются свежими длительное время. Храню на нижней полке холодильника. Теперь будем готовить салат. Ростки заливаю кипятком и накрываю крышкой. Оставляю на час. На самом деле существует огромное количество вариаций данного салата. Вы можете экспериментировать как угодно. Заранее слегка поджариваю кунжут на сухой сковороде до легкого золотистого цвета. Тем временем нарезаю соломкой морковь и сладкий перец. Добавляю специи кориандр, куркуму, соль, черный молотый перец. И пассерую до готовности в небольшом количестве растительного масла. У меня это кокосовое. К теплым овощам добавляю кокосовые аминокислоты или кокосовые терияки. Вы можете заменить соевым соусом, но в этом случае не добавляйте соль, так как обычно соевый соус довольно соленый. Добавляю мелко нарезанную зелень. У меня это петрушка и укроп. Добавляю кунжут и нарезанный полосками лист нори. Точнее, примерно половину листа нори. При желании можете добавить мелко нарезанный чеснок. Все перемешиваю и оставляю на 15 минут. Проростки откидываю на сито. Даю стечь воде. Они должны остаться хрустящими. Добавляю проростки к овощам. Все тщательно перемешиваю. И, в принципе, можно подавать сразу, либо оставить на некоторое время, чтобы салат лучше промариновался. Вместо тушеных овощей можно, например, добавить корейскую морковь. Можно добавить свежий огурец, сладкий перец. Играться со специями. Все на ваш вкус. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Не забудьте про колокольчик под видео, если хотите получать уведомления о новых выпусках. И делитесь своими фотоотчетами в инстаграм. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok